Дорогие, сегодня я поговорю о фундаментальном принципе, без которого ни один чемпион не может состояться. Ты не сможешь выйти из своей скорлупы, из своего кокона. Дорогие мои, все мы рождены, все в этом зале, включая меня, имеют определенные лимиты, которые мы должны все разрушить в своей жизни. У кого-то лимит настолько смешной и настолько дешевый, что даже смешно говорить человеку о лимите. У кого-то планка поняна настолько мощно, что великие вещи в его жизни он делает уже просто, не обращая внимания. Но все мы должны побороть наши лимиты, разрушить этот страх, а что если и войти в свое призвание. Итак, сегодня мы пройдемся по вот этому принципу лимитов. Я сразу скажу, дорогие, запомните, рекорды не ставятся, чтобы поклоняться им и тем, кто их установил. Вы понимаете, о чем я говорю? Рекорды не ставятся, чтобы поклоняться тем, кто их установил и этим рекордам. Рекорды ставятся, дорогие, это, я так скажу, это всего лишь чьи-то лимиты, которые кто-то другой должен победить и разрушить. Просыпаемся с добрым утром, церковь. Аминь один был. Есть еще аминь? Три аминя было. Галилуя. Хорошо, уже лучше. Просыпаемся. Я еще раз скажу, рекорды это всего лишь чьи-то лимиты. Рекорд это не что-то великое. Рекорд это всего лишь до чего кто-то дошел и дальше не смог. Кто-то понимает, что такое рекорд? В нашем понимании рекорд это то, чему... О, у, о. Когда я вижу вымпел у кого-то или что-то, я всегда, я вижу победителя, но я вижу также лимит. Кто занимался спортом, тот знает. Да, ты прыгнул, знаете, вот эти прыжки, там разные были, там пробежки были. Да, ты что-то победил, но ты всего лишь, да, ты побил тот рекорд, установив новый лимит. Лимит, который кто-то сейчас должен опять победить. Дорогие, итак, я хочу сразу, чтобы мы с вами поняли вот этот принцип, по которому тело Христа, оно должно жить. Лимиты это то, с чем столкнется абсолютно каждый чемпион в любой сфере. Где бы ты ни был, о чем бы ты ни мечтал, что бы ты ни хотел достичь в своей жизни, где-то будет стоять рекорд, и кто-то тебе будет говорить, что больше этого достигнуть невозможно. Кто-то будет доказывать тебе и писать целые книги, как это все, что может быть. Но очень иногда приходит кто-то, кто бросает вызов всем в этой сфере, доказывая, что есть намного больше, все намного глубже. И вы, дорогие мои, только начали понимать эту сферу. Совсем недавно были установлены рекорды в музыке, да, там невозможно сделать это, выходит кто-то делает еще возможней. Рекорды, дорогие мои, где бы ни было, любая сфера, приходит кто-то, который базируется уже на этих рекордах, и рекорд, не что иное, как у кого-то это финишная черта, а у кого-то, чей-то рекорд, это всего лишь стартовая черта. С нее он начинает, другими словами, он говорит, я начинаю с этого, и я бью это, и я иду дальше. Итак, дорогие мои, лимиты. Одно из уникальных качеств, которые наблюдаются во всех чемпионах, независимо от того, чемпионы это в физическом мире, здесь, или люди духовные, чемпионы Библии, это несогласие и нежелание смириться с чьими-то лимитами. Дорогие мои, на первый взгляд может показаться, что это бунтари, стоп. На первый взгляд может показаться, что это люди, которые не смиряются со структурой или с системой. Но, дорогие мои, это как раз потенциальные чемпионы, которые что-то увидели, и они не хотят с этим согласиться. Дорогие, вы все сейчас сидите здесь, потому что где-то вы увидели черту, все. И вы здесь, потому что вы уже все, все, кто здесь, переступили ее. Поэтому вы сейчас здесь, в трансмаришный центр, и вы что-то делаете, куда-то движетесь, чему-то учитесь, о чем-то мечтаете. Ты уже переступил черту. Так что же нас остановило? Вы знаете, что человек – это очень уникальное существо, именно существо, творение, которое не желает делать лишних, ненужных движений. Человек – это существо, которое любит комфортную жизнь. Человек – это существо, которое любит адаптироваться и адаптировать все под себя. Найти наименее, наименее такой путь противостояния, меньше всего, чтобы было противостояние и движение, и он обрастает в этой жизни. Как только мы перестаем шевелиться ровно тогда, когда нам встает нормально и достаточно. Все со мной согласны? Дорогие мои, мы с вами в Америку переехали, потому что там было ненормально и там было недостаточно. Ну вот мы приехали сюда, и нам нормально. Маленький апартаментик. Ну и что? Что он там какой-то такой немножко попахивает, и пару тараканов ты гоняешься еще за ними. Не имеет значения, если там, то там крыска, то там мышка. Нормально. То есть как бы и мы с вами… Человек – это то существо, которое очень редко бросает вызов своей жизни. Очень редко бросает вызов жизни вокруг него. И поэтому, что мы наблюдаем, масса людей киснут и чахнут в своих болотах. Или это болото, я так скажу, знаете, Апарашелан, знаете, мы его называем. Это болото, где там все на Мерсах, все на Бентли, все в хороших районах. Там тоже своя плесень. Она красивая. Кто-то сидит в своем районе, где, ну иногда перестрелку слышно. Ну ничего, в меня же не стреляли сегодня. То есть, вы понимаете, мы люди, которые обрастаем, привыкаем. Мы не бросаем больше себе вызов, потому что это человеческая натура. Как только становится тепло, уютно, я успокаиваюсь. И даже иногда, знаете, я один раз подошел, я уже ни для кого не секрет, когда, знаете, прилетели в Америку по молодости, служение бомжам было. И вы знаете, я удивился, как бомжам ничего не надо. Я говорю, ну вот что тебе надо? Он говорит, ну вот та церковь приезжает по средам, нас кормит. Вот эта церковь по четвергам нас одевает. Вы знаете, если кто-то служил бомжам, вы абсолютно в курсе, о чем я говорю. Там определенный график есть, и они знают, куда пойти погреться, куда пойти покушать, куда сходить в туалет, где нужно одеться и где потусоваться. То есть все. И я говорю, слушай, ну вот что тебе надо? Он говорит, слушай, если ты мне принесешь плотную, и он так, знаете, серьезно говорит, плотную коробку от телевизора, то, говорит, я тебе больше очень благодарен. Я так думаю, и вот это все? Понимаете, человек даже не бросает вызов, он ищет плотную коробку. Я говорю, почему? Он говорит, сейчас настанавливает холода, говорит, мне сидеть под остановкой, говорит, тяжело будет. Я говорю, а почему ты не сказал кресло принести? Ну что угодно. Ну почему плотную коробку от телевизора? Вы здесь? Вы знаете, везде лимиты. Везде ему достаточно коробки. Ты заметил, что мы останавливаемся ровно там, где есть комфорт вот внутренний. И у бомжа, большинству из вас коробка не нужна от телевизора. Ты скажешь, о нет, оно не мое. А я хочу тогда задать вопрос, а где твой лимит? О-о-о-о. Ты подумал, да? Мы, знаете, сидим и тыкаем иногда на лею. Глянь на него, глянь на нее. Слушайте, она в своем комфортной зоне, а ты в своей. Ей достаточно ездить на автобусе, а тебе достаточно купить простенькую машину. Но мы все, вы заметили, что независимо от денег и положения, все выбирают комфортную позицию. Все. И все заканчивается. И вот это то, что чемпион, если ты рожден, сделаешь что-то большое. А эта тема именно для этих людей. Эта тема не для общей публики, предназначенная для миллиардов людей. Нет, это предназначенная для тех, кто действительно хочет что-то увидеть. И они берут эти ключи, и они говорят, слушай, знаешь что? Я делаю шаг следующий, я бросаю себе вызов. Дорогие, самое интересное, что очень часто пастора, служителя просят нас сделать, знаете, бросить себе вызов, который вообще, знаете, вот нереальный. А я тебе говорю, начни с мелочей. Приобрети образ человека, который постоянно движется. От силы, от славы в славу. Как это исполняется? Мы преображаемся. Вся твоя жизнь на земле, это двигаться от прошлой славы в новую славу. От прошлой силы в новую силу. Преображаясь, превращаясь в что-то абсолютно другое. Смотри. Итак. Вначале может показаться, что это обыкновенное неподчинение. Знаете, сидят люди и бунтуют. Я понимаю, есть гадкий бунт, где люди просто сидят, сплетничают. Но я говорю о людях, которые действительно хотят что-то делать. И я знаю, что люди, которые действительно, они недовольны, они долго не будут находиться. Никто не сидит 10 лет в церкви, ненавидя ее. Это говорит о том, что у тебя вава в голове. Это говорит о том, что тебе нужно встать и найти то, что нравится тебе. По крайним случаям, не быть нигде. Потому что похоже, это вообще, ну, минус уже. Хотя бы в ноль вернись. Алло. Поэтому, если кто-то этим занимается, то это абсолютно, мы говорим абсолютно, что это просто сплетни, это грязь. Никто не сидит и вот это не ворошит. Но если человек что-то готов сделать, он делает попытки, он делает шаги, он делает рывки, и когда он полностью натыкается на закрытые двери, он делает решение. Он не ждет. Кто-то понимает, о чем я говорю? Он не ждет. Он делает шаг в сторону и говорит, а мы посмотрим. Ты же пропадешь, ты же умрешь, на кого ты оставил души наши? На Господа. Я хочу увидеть что-то другое, чем то, что я вижу в моей жизни. Смотри. Почему людей, которые приносят победы и новшества в спорте, бизнесе, медицине, можно называть эти сферы называют победителями и революционерами. А если ты желаешь совершить что-то абсолютно новое в духовной сфере, тебя называют бунтарь и еретик. Как классно. Объясните мне, а почему? Интересно, что церковь разрешает построить больше здания, поставить более мягче сидушки для наших задниц, сделать автоматические рукомойники. Но ни в коем случае не сделать шаг в духовный, который реформирует все мышление церкви, изменит всю структуру. О, нет. И те люди, которые хотят, пытаются принести... Слушайте, в медицине мы рады, когда приносят какие-то новшества. И мы говорим, о, теперь можно зубы отбелить. Не месяц ожидаем, а всего лишь пару часов. Раз тебе... Я смотрю, знаете, я там в медицине был, там, знаете, какое-какое время работал зубным техником. И, знаете, уникально, что с каждым годом мне нужно было переквалифицироваться. Новая машинка, новые системы, новое теперь все компьютеризированное, все сканируется во рту. Теперь уже уже не первобытное, знаете, молоток, молоток из зубил. Ты уже отошел намного дальше. И мы радуемся, сидим в лаборатории. О, о, новая машина, новая машина, которая облегчит нам жизнь. Но это революционная вещь. Оно будет более качественнее, более лучше, более красивее, намного... Материал намного лучше. Но не в церкви. Нет, мы будем умирать, и три бабули будут молиться на молитве. О, Господи, спаси нас. Да, Господи, спаси, посмотри на нас. Дорогие мои, почему? Да потому, что за этой структурой стоит дух, который желает оставить тебя в рясах с кадилом. Не позволить тебе подарить тебе икону. Хорошо, сейчас у тебя уже икона висит не какого-то там патриарха великого, святого всея Руси. Теперь у тебя висит икона пастора. Дорогие мои, иконы остались, имиджи меняются. Окей? Поэтому не надо говорить, о, это они иконам поклоняются. О, пастор. Сидь, стоп, стоп, стоп. Успокойся. Мы не хотим перейти туда. Смотри. Ну вот честно скажите, вот просто вот подумайте. Благодарны ли вы за смартфоны? Вы знаете, я иногда сижу, особенно я это оцениваю, когда я где-то, знаете, на другом конце света, на другом часовом поясе. И когда я открываю мой телефон, я могу на моем телефоне сделать все. Начиная от банковских счетов и балансов, заканчивая имейлами, письмами и своими мыслями и проповедями. Я все делаю на одной маленькой, тоненькой штучке. И вы знаете, если бы не пришли правильные люди, а вы знаете, как этим людям противостояли? А вы знаете, как с них смеялись? Когда этот Стив Джаб стоял там, презентацию дела, там большинство ржали с него. Это потом уже поняли. О-о, по-моему, он что-то видел, что мы не поняли. Вы знаете, что более 70% смартфонов, даже больше, было возвращено в первую неделю их покупок. Люди не поняли их. У Эпла в первую неделю 2-3 все пошло вниз, а не наверх. Потому что народ настолько не понял, они сдавали свои уникальнейшие девайсы и забирали назад то, что сейчас дети играть не хотят. Ты здесь? Все помнят Нокии. Все помнят этот кирпич, который ты хотел бы, чтобы он треснул, треснет асфальт, а не телефон. Понимаете, и но вы знаете, что самое уникальное, нам нужны вот такие люди везде, которых никто не понимает, крикрутят у виска, но эти люди настолько захвачены своей мечтой, и они настолько уже уничтожили все лимиты, все Нокии в своей жизни, и они уже живут абсолютно новым, хотя все еще текстуют, знаете, кнопкой, и там три буквы. Не та буква, назад. Пока текст отошлешь в три строчки, три дня прошло. И у него две функции. Он звонит и не звонит. Вы знаете, дорогие мои, мы улыбаемся с вами, но мы же с вами даже в своем телефоне бросили себе вызов. Не все, некоторые до сих пор еще свои раскладушки прячут. Алло, что прячутся-то, чтобы не видели, с чего звоню. Некоторые до сих пор, слушай, я тебя умоляю, слушай, начни с того, что ты поменяешь свою хрень на телефон. Ты скажешь, да, я к тебе обращаюсь. Вот сейчас не вздумай показывать, потому что, ну, ты попал. Спрячь подальше, поставь на вибратор, чтобы не видели, не слышали никогда. И здесь, скажи, Бог, я начинаю бросать, я начинаю бить свои лимиты прямо сейчас. Я завтра в понедельник иду и начинаю новую жизнь с нормальным телефоном. О, это так разбираться. Ты разгруз... Дорогие мои, тебя это разгрузит. Раньше тебе нужно было там, туда, сюда, все успеть, а поймуты, где я записал, где эти бумажки, а здесь у тебя... О, окей, вспомнил. Алло, я не сейлс персон продукции Apple. Это я так, на всякий случай, если кто-то думает, что я сейчас, ну, мне сказали так, в понедельник все должны приобрести нормальный телефон. Нет, я просто говорю об образе мышления. Ты здесь? Ну, это не мое, это не мое поколение. Это не твое поколение. У меня в клубе, где я бегаю, да, занимаюсь, дедушки 70 лет с крутейшими аппаратами. Дедушки, он еле ходит, но у него самые последние модели телефон. Дорогие мои, это не дело возраста, это дело мышления. Я сейчас не о телефонах. Люби свою, но мне абсолютно плевать свою моторолю. Не имеет значения. Я тебе говорю о том, что вот так все в нашей жизни, как только я нашел, как только я привык к моей записной книжке, как только я привык к моему фонбуку, как только я вот, вот здесь я, вот я только вот, вы знаете, я открываю, нажимаю одну кнопку, и я все знаю. А там я нажал и потерялся. Да потеряйся. Пусть твой ум хотя бы в телефоне сделает победы. Пусть твой мозг хотя бы там потеряется, и ты в телефоне себе бросишь вызов. О, что произошло? Ничего не произошло, это просто все в твоем уме. Сейчас ты ломаешь свои лимиты. Некоторые из вас не могут другую прическу себе сделать. Лимит. Я сейчас не говорю тебе идти и начинать домашнюю группу. Дорогие, я говорю тебе с того, с чего начинается разрушение лимитов. Некоторые из вас никогда в жизни не позволят себе одеться в что-то другое, не потому, что оно некрасивое или дорогое, а потому, что ты себя не представляешь в этом. И твоя прическа с твоей молодости еще до сих пор на тебе. Аллилуйя. Дорогие мои, о чем я? Я не в том, чтобы я хочу расшатать твое закостнелое. Вот, Бог, приходи. Слушай, дай ему возможность прийти. Дай ему возможность, слушай, брось себе вызов. Купи тебе, певуши, не покупай рубашки в клетку, покупай в полоску, аллилуйя. И ты уже скажешь, дорогие мои, когда ты начнешь вот так жить, ты начнешь менять все. Затем начнет меняться не только твой телефон, телевизор и все, что ты имел. Начнет меняться твое мышление. Мы заводим с толкача сейчас твое сознание. И потом начинают меняться молитвы. После молитв начинают меняться просьбы. После просьб начинает меняться жизнь. Алло. В следующее воскресенье все сели на другие места. Опа, и попали все. Поаплодируй, поаплодируй. Вот это глубина была. Я даже не представляю, как я с этой стороны. Ого, я в другой церкви. Пересядь с того места туда, и ты уже будешь шокирован переменом. Алло. Глянь, всех цепануло, по-моему. Почти всех. Сделай миссию каждое воскресенье сидеть на другом месте. О, аллилуйя. Улыбаются. Родные мои, у нас вся жизнь такая. Скажи мне, почему твоя попа липнет уже столько лет к этому стулу в этом месте? Именно вот второй в этом ряду. И когда на нем кто-то сидит, прикидываешь, ты попадаешь в шок. Знаете, как у крысы там одну нору... Знаете, я смотрел эксперимент. У нее была нора. Они эту нору заклеили и вырезали нору с другой стороны. Мыша в шоке. Она туда носом. Ну пробегись. Дыра вон точно такая. Туда же ведет. Просто не в этой стене, а в этой. Дорогие, мы точно такие. Глядь, тема доходчивее пошла как-то, да? Глядь, такой простой пример вообще, да. Я хочу даже на вас посмотреть с другого угла церковь. Я хочу теперь на твою левую щечку посмотреть. А то я тебя в другом виде не знаю даже. Ты такой... Я скажу, вау, глядь, церковь выросла. Все просто на другие места сели. Алло, ты здесь? Ты чувствуешь, как оно сидит в нас глубоко? Дорогие мои, оно везде. Оно всегда. Вся наша жизнь. И ты знаешь, что это? Для некоторых из вас к моему реальному удивлению пересесть в следующее воскресенье на другое место будет вызов. Я гарантию даю, вызов будет. Ты будешь сидеть и чувствовать себя дискомфортно в сослужении. Будешь говорить, да что это такое? Вроде дома, а вроде нет. Скажи мне, почему дома, за столом, где ты ужинаешь, у тебя есть свое место? не-не-не-не-не-не-не-не-не. И ты мне сейчас говоришь, что ты, да, мы идем в новое, стул поменяй. Начнем со следующего воскресенья. Ты пересазываешь свою попу на стул дальше. Или на ряд ближе, или на ряд дальше. И ты такой, о, дорогие мои, вот это оно. Вот это то, что мы... Бросай вызовы себе. Стул это смешно. Да можешь сидеть на своем месте, мне все равно. Я просто говорю о моменте, который мы все в нем. И у кого-то это жестко уже установлено, а кто-то еще с этим борется. Знаете, когда люди заходят, и знаете, ползала еще пустого, и сидят два человека и воюют, кто на этом стуле сидел раньше? Для меня это реально удивление. Это мое место. Ты что, написано, что это твое место? Я тут всегда сижу. Так это же проблема твоя. Не сиди там всегда. Двигайся, двигайся. Посмеялись. Этот мир полон рекордов и чьих-то лимитов. Ты всю жизнь будешь окружен теми, кто тебе постоянно будет говорить, что ты что-то не можешь. Именно это качество, нежелание согласиться с лимитами, имели все, кто что-то достиг. Поэтому, где бы ты ни находился, везде, во всех сферах установлены рекорды, лимиты. Но для того, кто рожден для чего-то великого, это всего лишь черта, с которой все будет начинаться в твоей жизни. Поначалу не нужно делать какие-то нереальные шаги. Начни рушить лимиты в себе. То, о чем я сейчас говорю. И говорю, слушай, оденься в другой цвет. Одень розовый. А ты зеленая. А ты синие. А ты сними все цвета и оденься в серое. Для них это кошмар. Как же это? Кто-то понимает, о чем я? Слушай, брось себе хотя бы какой-то вызов. В простой. Нарушь свой устой. И ты увидишь, и ты говоришь Богу, я пойду, куда пойдешь? Бог говорит, я тебе говорю, в другой магазин сходи, говоришь, не пойду. И ты, говоришь, ты пойдешь туда, он пошлет. Не пойдешь. Потому что это не духовная проблема, это проблема мышления. Дорогие, я еще раз скажу, это не голос с неба и не удар Духа Святого под задницу тебе. Сын мой, иди. Я тебе говорю. Это нет. Это мышление. Те, кто не двигаются, не двигаются даже в самых мощных церквях. Те, кто двигаются, двигаются в самых мертвых церквях. Алло. Смотри. Оденься в другое. Сходи в ресторан, в который ты говорил, никогда не пойду. Вот кто из вас говорил, что я никогда не пойду в тот ресторан? Все говорили. Суши? Никогда. Это? Никогда. Морепродукты? Никогда. А вот ровно до следующего воскресенья я вам бросаю всем вызов. Найти новое место в церкви. Первое. Второе. Пойти в тот ресторан, в который ты говоришь, никогда через мой труп. Умри. Ну, пойди. Пойди в другой магазин, который говорит, он слишком молодежный. Ах, ты ж бабуленька моя. Дорогие мои, я еще раз говорю, пожалуйста, сделайте что-то, что противоречит всему вашему устою, лимитом, вашим коробочкам. Поменяй место на кухне. Начни пить с другой чашки чай. Чай пей с другой чашки. Куда-то попадаю я сегодня. Так церковь как-то оживленно сегодня себя ведет. Столько попаданий точных идет. Я в шоке. Дорогие мои, вы заметили, что это не духовная вещь? Вы заметили, да? Это вещь мышления. Это вещь твоей физиологии. Это то, это менталитет, это устой. И, дорогие мои, вот когда ты его расшатаешь вот здесь, я тебе даю гарантию, эксперимент сам проходил. Не буду ни о чем проповедовать, что сам не делал. Все начал менять в моей жизни. Реально начал менять это, начал менять то. Начал говорить, буду ездить на других машинах, буду скупляться в других магазинах. Буду есть в том, что говорил, никогда не попробую, специально поеду и попробую. Посинею, будет плохо, но я попробую. По крайней мере, я буду знать, люблю я это, не люблю, или я просто огородил себя комфортом и никогда в жизни ничего не попробовал и никакие лимиты и границы не переступил. Вот. Бабушка ела пельмени, мама ела пельмени, и я ем пельмени с морщом. А ты возьми ничего, в доме не готовь целую неделю и скажи, можешь? У нас новый сезон начинается. Называется суши. Называется сырые морепродукты. Принесла рыбу сырую, положилась, будем есть, как китайцы сегодня. На филе держи, присоли. Ты смеешься? У меня будет животик болеть. Ну ничего, посидишь на троне, зато будешь с улыбкой сидеть. Говорит, я сегодня победил себя. Три раза. Иногда ты будешь сидеть весь день расплачиваться за тот ресторан, в который говорил, не пойдешь. Но зато ты будешь сидеть с довольной душой, что ты сделал что-то другое в своей жизни. Да, да. Тем самым ты войдешь в привычку разрушения лимитов. Дорогие, проблема не в том, что ты должен заставить себя любить суши. Нет. Проблема в том, что ты никогда их не пробовал, чтобы дать своему организму шанс что-то полюбить или нет. Вы видите проблему? Проблема не в том, и мы обычно такие эксперты во всем. Ты заметил? Ничего, никуда не ездили, ничего не пробовали, ни во что другое не одевались, но все знаем, аллилуйя. Это лохи, это лохи, это двойные лохи. Глянь на них, жрут, сидят. А ты поедь туда, сядь с лохами. Лоханей сразу. По крайней мере, хотя бы ты на себя посмотришь. Вы знаете, я так скажу, по крайней мере, я не буду говорить то, что это плохое, если я это не попробовал. Я могу сесть попробовать и сказать, все равно не нравится, но по крайней мере, я это сделал. Я переступил моральную черту и побил этот лимит у себя. Борщ, пельмени, вареники, пирожки с мясом и с картошкой. Это твое меню знаю. Ну и оливье. Без оливье жить нельзя. Ты войдешь в привычку разрушения лимитов. В процессе великие вещи станут для тебя простыми. Великие. То, что люди говорят, слушай, а как ты это делаешь? Ты разворчиваешься, ты говоришь, слушай, я даже не знаю, как оно само как-то делается. Потому что это образ жизни. Вы знаете, знаете, что самая огромная иллюзия? Некоторые, знаете, где бы я ни ездил. Всем кажется, вот, пастор, мы так мечтаем приехать в центр, мы так мечтаем пройти инка, мы так мечтаем стать частью вашей церкви. Знаете, у меня всегда вопрос такой, знаешь, с людьми, которые разговариваешь. Слушай, ты приедешь в центр, но ты-то приведешь с собой свои лимиты. Ты думаешь, знаете, для некоторых кажется, что это какая-то магическая точка на планете. Я сюда приземляюсь и автоматически влетаю в свое призвание, в дары, в чудеса и знамения. А тут такой удар, кувалдый, добро пожаловать. И ты, дорогие мои, ты привезешь с собой себя. И вот это самый огромный и противный багаж, который мы возим. Мы возим себя. Ты так же сядешь, так же заплесневеешь, прирастешь, найдешь свой уголок на мягком стуле, там примерно, где свет в глаза не светит. И будешь спокойно ждать своего призвания. Алло. Еще какой? Аминь. Смотри. Это прослеживается по всей Библии. Смотрите, Моисея, да кого хоть, Гидеона. Люди, они не были довольны чем-то. Бог ищет людей, которые внутри недовольны чем-то. Смотрите, Давида, который не согласился с лимитами Саула, Голиафа, Анна, которая не согласилась с лимитом своего чрева, Руфь, которая сказала, я пойду даже к тому народу, с которым, ну, сказали, ну как, Бог сказал, не соединяться, не соединяться. Я разрушу лимиты. Я пойду туда. Есфирь, которая сказала, а я войду к царю, даже если я умру, я войду к нему. Дорогие мои, везде, ты хочешь совершить что-то великое, везде будет стоять лимит. И везде тебе кто-то будет говорить, ты слишком старый, ты слишком маленький, ты слишком лысый, ты слишком волосатый, ты слишком безбородный, слишком бородатый. Ты зрячий, ты слепой. Всегда, везде, куда бы ты ни шел, всегда будет кто-то стоять и держать фланги. Говори тебе, чего ты не можешь. Другими словами, у тех, кто рожден, совершит что-то великое, всегда будет конфликт с системой и лимитами, установленными людьми. Это одно из качеств, которое как раз и доказывает тебе, кто ты. Дорогие, лимит нам нужен. Знаете, почему я, ты скажешь, разрушение лимитов, да, но вы знаете, почему я люблю лимиты? Потому что ровно лимиты нужны нам всем, чтобы доказать нам, кто мы. Лимит он проговорит к тебе. Лимит он скажет тебе, кто ты, или ты начнешь переступать через него. Так, сейчас я начинаю делать это. Сейчас я начинаю парковать машину на другой парковке. Сейчас я начинаю заправлять машину качественным бензином, братья и сестры. Знаете, иногда смотришь, он нам стреляет в самый дешевый бензин, потом у него там летит все. все же там сэкономил доллар тридцать два. И за весь год ты сэкономил фифти бакс. Ой, ты экономщик мой. Зато потом она в шапе будет неделю с забитым фильтром, с забитыми свечами кашлять, чхать и прыгать на дороге. Потому что ты пятьдесят баксов сэкономил. Дорогие, там мышление везде у нас. У нас менталитет нищих, мы везде экономим, а ты начнишь жить как нормальный человек. Заправляться на лучшей заправке лучшим бензином. Брось себе вызов. Хе-хе-хе, тихля, тишина какая. А я не могу. Вот поэтому ты и не можешь. потому что ты не даешь возможности Богу даже начать заправлять тебя качественным бензином. Мы не даем. Я в этих магазинах не скупляюсь, потому что если я в тот магазин пойду, я могу купить себе миллион вещей на сто баксов. А здесь я прихожу, ну и что, в Нордстроме купил ножки за восемьдесят девять. Ну и что мне из этих сто баксов? Носки одел и ходи с гордостью. Дорогие мои, пожалуйста, начни рушить свой менталитет. Скажи, а я буду. Будет один пиджак, одни штаны, одни носки, но это будет с нормального магазина. А не у то роюсь. Шо одеть? А, улыбка, да, пошла? Потому что и то ненавижу, и то. А купил бы там, любил бы. Три года носить будешь и три года любить будешь. Потому что оно стоит, оно качественное, и там, там вложена цена. И ты ценить это будешь по-другому. Алло? Вот, девчата, объясните мне, вот стоят ваши сумочки. Я заметил, что девушки, у которых, вы знаете, когда мы где-то ездим или общаемся, я сразу вижу девушек, у которых сумки по 20 баксов, или у которых сумки по 2,5 тысячи. Ну, 2,5 тысячи, извините. Она на сейле была за 1600. Вы знаете, первым, что делает девушка, у которой сумка, ну, не из Walmart, за 20 долларов, она находит место ей. Другими словами, она садит сумку, как ребенка. Там цена. Да, дорогие мои, да покупайте, что хотите. Я не в этом. Я говорю о том, что где цена, там и уважение, там и почет. И тебе нравится. Дорогие мои, кто-то понимает? Вы знаете, что мы со Светланой, особенно моя Светлана, воевала с собой, она может доказать, она не могла в жизни себя много лет позволить растратить 100 долларов. Я еще раз говорю, стоп, стоп, стоп. Я говорю вам серьезно, это было реальное свидетельство. Она, не то, что не было денег, она не могла себе позволить 100 баксов на себя потратить. У нее был менталитет закрыт, забит, и она идет по кусочкам. Не, ну, я потом начал жалеть, когда она освободилась от этой проблемы. Бог ее исцелил, но, ладно. Там лимит взят, и там еще, гоняйся и держи там. Там все, сейчас там сфера восстановлена, аллилуйя. все исцелено. Дорогие мои, о чем я говорю? Я говорю именно об этом. У тебя здесь есть лимит. Это не недостаток денег. Дорогие мои, недостаток денег начинается, когда ты поставил лимит. Ты не можешь себе позволить, и оно потом говорит, я тебе не позволю себя. ты меня родной недостоин, и ты родная меня магазина такого недостоин. И потом эти вещи начинают смеяться с тебя. Ты идешь, а с тебя смеются машины, дома, а чья-то одежда, магазины высокого качества смеются с тебя, потому что твой менталитет не может позволить сто долларов растратить на себя. потому что ты бережешь эти сто долларов, потому что ты ждешь не успеха, а ждешь билл следующий. И ты говоришь, я это не растрачу, потому что я жду счет. А может ты будешь ждать успех и начнешь жить как успешный? Начнешь благословлять себя, потому что ближнего невозможно полюбить, если себя не полюбишь. Начни любить себя. С понедельника скажи, так, люблю себя, так, муж, тихо. Мужья женам сказали, так, успокойтесь. Хотя бы один раз в год. Ну, полюби себя. У каждого это, ну, как бы свой уровень любви, естественно. Но я тебе говорю, пожалуйста, сделай. Кто-то понимает, о чем я говорю сейчас? Я просто расшатываю вот этот менталитет. Дорогие мои, поверьте, эта тема, она и должна быть вот такая недуховная, потому что мы такие, духовные, сидим вот там в углу и щемимся, и жить не можем. Да, на тебе помазание и призвание, но ты ничего не можешь сделать, потому что ты не можешь переступить через простейшие твердыни. простейшие лимиты, которые ты же и установил, доказав себе, что я там скупляться не могу, на таких машинах я не езжу, в эту одежду не одеваюсь, вот эти продукты, это слишком дорогие продукты для меня. Мы покупаем вот это, ерунду вот это. И потом то болит, то болит, спать не могу. На туалете долго сижу. Смотри. Если ты находишься в постоянном замешательстве, неудовлетворении и нежелании смириться с тем, что ты видишь, как раз это качество, которое поможет тебе изменить все вокруг. Вот это качество, оно тебе нужно. Именно за личностями с ярко выраженным качеством непримиримости и нежелания согласиться с реальностью и кем-то поставленными лимитами охотиться дух религии и дух этого мира. Сатана и религия ненавидят личности, которые постоянно задают вопрос, а что если дьявол, религия, они любят предсказуемость. Вы знаете, что большинство людей, даже в этой церкви сейчас, можно абсолютно предсказать с понедельника по воскресенье их места, их углы, их магазины. Дорогие мои, пожалуйста, умоляю тебя, перестань быть предсказуемым зомби. Кто-то сейчас сидит где-то, например, в глубинке Украины, например, и мечтает приехать в Америку, потому что у человека потенциал, а ты приехал в Америку, и в тебе глубинка Украины до сих пор сидит. ты даже дом ищешь, где воняет навозом. Почему? Не потому, что это плохо, а потому, что это привычно. Я дома. жёстко, зато честно. Смотри. Будь той личностью, которая постоянно задаёт вопросы, бросает вызовы, мечтает о том, чего ещё не было. начни с себя. Вы знаете, немножко расскажу о себе, маленький момент. Вы знаете, что на сегодняшний день я живу именно в той реальности и в тех результатах, которые мне говорили, что они невозможны. Десять лет назад у меня был разговор с определёнными лидерами и некоторыми людьми. Это я помню, как сейчас. Я им рассказал именно то, в чём я сейчас нахожусь. Кстати, сейчас я нахожусь ещё в больших вещах, чем я им рассказывал десять лет назад. Тогда для меня это было абсолютный ноль, недостижимо. Церкви не было. Вы знаете, одно дело, нет церкви. Другая проблема, развалившаяся церковь. Кто-то понимает, что тебе нужно начинать с негатива, с минуса. Начинать с нуля, это когда ничего не было. Когда у тебя всё было разрушено, уничтожено, и ты сидишь и говоришь. Вы знаете, все с меня посмеялись. Знаете, ну не смеялись так, а так. Знаете, это просто такая ухмылочка была, такая, знаете, дешёвая ухмылочка. Вы знаете, но сейчас с той стороны абсолютно тишина. Дорогие, почему? Потому что именно тогда, десять лет назад, когда Бог сказал, сын, теперь время сделать шаг. Жена помнит этот день. Я уже ничего не хотел, но Дух Святой подошёл ко мне и чётко сказал, сын, время начать. И он говорит, я не поднимаю тебя, поднимать локальные церкви. Он говорит, я хочу, я хочу употребить тебя для этого поколения. Я хочу, чтобы ты коснулся, не просто собрал что-то вот здесь и всем тут, знаете, пару сотня человек хорошо было. Он говорит, я хочу употребить тебя, чтобы коснуться тысячи и тысячи людей, чтобы поднялись массы церквей, чтобы моя слава текла. Представьте, как ты это вместишь в свою голову. Стоит тот, у которого ничего нет. Ты был особый, ты тоже особый. Мы все особые. Кто здесь на земле не особый? Все особые. Родился, представь, из двух с половиной сперматозоидов твой был первый. Ты мне сказал, ты с самого начала был победитель, ещё там. У мамы с папой в кровати ты уже победил. Окей? Улыбайся, но это правда. Все остальные там пару миллионов померли, а ты сказал, неа, не я. И доплыл в место назначения. Добро пожаловать на этот свет. Мы все с вами победители, хотя бы по той причине уже. Смотри. Вы знаете, я имею влияние на данный момент, да, по мнению тех людей, с которыми я разговаривал 10 чуть-чуть больше лет назад, это было невозможным. Это не просто они говорили, но это можно достичь. Мне эти люди говорили, это невозможно. Почему? Потому что у тех людей 10 лет назад прошло время, не изменилось ничего, стоп, даже, даже произошла, я не хочу назвать ни имя, ни церкви, абсолютная деградация с теми, с кем я разговаривал. Окей? И поэтому, когда, о чем я говорю? Я говорю именно об этом. Прошло всего лишь 10 лет, кто-то, кто с тебя смеялся, деградировал, а кто-то, кто сказал, я буду бить все планки, Бог будет бросать вызов, я буду шагать, Бог будет бросать вызов, я буду делать шаг. Дорогие, вот так мы с вами движемся, разрушая лимиты, и то, что для кого-то невозможно, для тебя стало повседневной жизнью. Смотри. Кто-то установил лимиты, и все, не задумываясь, не переступают эти лимиты. Ну, нам же сказали нельзя, да тебе сказали нельзя, чтобы отсеять глупых от мудрых. Глупые, скажут, нельзя, сказали же нельзя, сидеть. А мудрые, скажут, от чего нельзя? Объясните мне, почему нет движения Бога? О-о-о, ты сильно умный, анафема, анафема, иди отсюда, иди там, ищи. Поумнел сильно. Смотри. Кто-то сказал, что этого невозможно достичь, и практически никто с этим не спорит, даже не пытается изменить это. Большинство просто смиренно сидит и слушает. Как только в твою голову попадает мысль или мечта, твой собственный разум, ты себе дашь сотню причин, чтобы это не делать. Дорогие, знаете, что самое интересное, когда Бог что-то начинает говорить мне, или там Светлане, или кому-то? Моментально, первое, сразу, все, ты начинаешь воевать против своей же идеи. Вся твоя внутренность начинает говорить тебе, насколько ты не способен. Дорогие мои, ну если бы ты способен был, зачем Богу говорить тебе то, что ты можешь? Он всегда будет говорить тебе то, что ты не можешь, чтобы ты сделал. В этом же и есть весь смысл движения. То, что ты можешь, ты уже не хочешь. Нет, ну аминь или аминь. То, что ты можешь сейчас, ты его уже не хочешь. Ты уже сидишь и говоришь? Неинтересно уже, все уже прошло. Первый, кто выйдет против тебя, буду заканчивать уже немножко время. Смотри, этот собственный, правильно воспитанный рассудок. Затем выйдут все, кто будут считать, что ты слишком много на себя берешь. Ты слишком много на себя берешь. Ты знаешь, такого мы не видели еще. Ну дай им возможность посмотреть. Мы такого не видели. Дорогие мои, и я решил, вы знаете, первое, что мне пришлось сделать, потому что в том обществе, в которое, я говорю, 10 лет назад более встречался и разговаривал, там бы эта мечта не могла войти. Нужно было сделать шаг в сторону и позволить Богу завладеть тобой. И потом начались кропотливые, но честные шаги. Очень бескомпромиссные шаги. Я это делаю, и я назад не отодвигаюсь. Я делаю еще один шаг, и назад я не отодвигаюсь. И буквально за эти годы мы с вами, как центр, дошагали до очень уникальной позиции. Дорогие, я так скажу, что, пожалуйста, не находись в том месте, где открыты все двери, и ты врос в свой комфортный, в комфортную зону. Представь, где-то там ты рвался, и вот ты пришел, вырвался, и перестал рваться дальше. Пусть сохранится вот этот твой характер, желать чего-то особого. Пусть сохранится хотя бы в тебе желание увидеть что-то больше, чем вот это. Начни говорить, Бог, я мечтаю о чем-то намного больше, потому что церковь дорогая, я мечтаю о чем-то намного больше. Например, сказать вам, что сейчас моя мечта? Расскажу, что мне сейчас... Знаете, что я сейчас нахожусь на одном из уровней, вот если уже так быть прямо честно, да, кто-то боится поменять сидение в церкви, потому что для него это... Представь, я же буду на другом месте завтра. Ой, Господи, как же это будет. Смотри. Смотри, например, знаете, моя мечта? Моя мечта это реформация церкви. Не просто церкви вот этой. Мы с вами реформированы. Тут уже... Тут нельзя находиться, если ты не реформирован. Ты на второй моей фразе вылетишь на Паркин-Лад. Тут только до конца досидеть, уже надо иметь реформированные мозги. Окей? Поэтому за вас у меня вопросов нет. Вы все... Вы все тут. Смотри. Мне сейчас говорят другие люди, что это невозможно. Для меня вот сейчас, если я вам скажу, что для меня невозможно вот на данный момент. Если ты скажешь открыть церковь, сделать мега-конференцию, и если ты скажешь поехать по земле, открывать в неделю по одной церкви, для меня это вообще не вызов. Вообще. То есть, как для кого-то сходить в Старбакс, это для меня поехать и где-то церковь начать. Серьезно, без шуток, без преувеличения. Не имеет, даже запариваться не буду. Но Бог меня не посылал это делать. Это делается само по себе, если в хвох курсе. Оно само развивается, растет, поднимаются новые личности, мы просто вкладываем, учим, тренируем, заботимся. Это само все растет. Но для меня, что сейчас говорят, невозможно. Это реформация церкви. Невозможно. Мне сейчас пишут и говорят, посмотри вокруг себя. Я посмотрел, говорю, если с вашей позиции смотреть, то точно ничего невозможно. Дорогие мои, и вот я сейчас, я просто вам сейчас говорю, чтобы потом не было вопросов. Окей? Я на себя беру сейчас очень много невозможного, нереального, непредсказуемого. И сейчас даже те, кто любят и знают меня, говорят, Андрей, ты реально дважды подумал, что ты хочешь делать? Потому что я вижу в их глазах веры нет. Но, дорогие мои, извините меня, их Бог не ставил это делать. Алло? И Бог не говорил, вот поэтому, когда они смотрят на тебя, они говорят, хух, а ты говоришь, ух, мы идем. Смотри. Другими словами, для меня это вызов, чтобы поднять не просто очередную локальную церковь. Нет, для меня брошен вызов, чтобы поднять целое поколение чемпионов, пасторов и пророков. И увидеть мощное движение церквей в каждой стране и в каждом городе. Для меня эта мечта достойная жизни церкви. Вот здесь ты скажешь, что для меня вызов? Вот я сейчас тебе прочитал, мой невозможный, нереальный, абсолютно непредсказуемый вызов. Вот он брошен мне. Чтобы увидеть не просто, знаете, хорошую группу, мы делаем энкаунтеры, до конца нашей жизни мы движемся, это классно, мы все это будем делать. Дорогие мои, кто-то понимает, что проводить энкаунтеры, быть служителем для большинства из вас это уже не вызов. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это уже для вас это не вызов. Вы уже в этом, вы служите, вы изгоняете бесов, вы исцеляете больных, вы уже все, вы проповедуете, уже для вас это не вызов. Дорогие, так сделай шаг дальше. Делай шаг дальше. Бога, что теперь для меня нереально? Я утром сказал мою нереальную вещь, что потом промотали, через сколько лет это случится, а это случится. Я хочу мечтать о том, что невозможно церковь. Я вам еще раз говорю, я сейчас нахожусь в том, что было невозможно с позиции пацана 10 лет назад и с позиции всех, кто его окружал. Я сейчас нахожусь в этом. Но сейчас я мечтаю опять о вещах, которых нереально. Все говорят, ну если ты тогда почти сошел с ума, сейчас ты точно сошел с ума. Как это можно поднять целое поколение? Как это можно поднять мощное церковь, в церкви, везде, где находится наш народ? Можно, сделаем, будет. Я не просто в это верю, я это видел и я это знаю. И для меня эта мечта достойная жизни церковь. Окей? А что видишь ты? Дорогие, я умоляю вас, некоторые, может, посмотрят сейчас и скажут, ну да, это какая-то мечта. Дорогие мои, вот сейчас для меня это ровно такая мечта, как для некоторых поехать в другой ресторан. Ты скажешь, никогда, невозможно, или поехать сделать покупки, которые ты в жизни говорил, я никогда себе не сделал. Возьми штуку баксов и растрать ее в самом лучшем магазине на себя. И мощный аминь пошел по залу. для тебя штука баксов это деньги? Для меня пятерка это деньги, начни с пятерки. Ты знаешь, что на пятерку можно купить? Я вам честно говорю, дорогие, послушайте меня внимательно. Деньги это не проблема. Проблема это наше мышление. Можно пять долларов разделить по двадцать пять центов. Набрать полные карманы и говорить, о, аллилуйя. И тратить в день по двадцать пять центов. Или как нормальный человек пошел, купил себе бутылку самого лучшего лимонада, который стоит пять долларов. выпил его с улыбкой и сказал, завтра будет на десять долларов лимонад. Дорогие мои, вот так, вот это, если бы я хотел рассказать вам об этом принципе, дорогие, но я за вас не могу купить лимонад. Я не могу за тебя купить. Да пойди джинсы, купи себе за двести долларов. Хочешь магазин, скажу, какой классный? Бакл магазин называется. Кто-то знает Бакл магазин? Скажите, какой классный магазин. А что ты туда заходишь, посмотрел и выходишь? Ага, что ты туда заходишь, посмотрел кругами и ушел. Зашел и сделал вид, как будто ты тут все сейчас купишь. Оделся во все, поразбрасывал все и потом сказал, вот то. Ты слышишь меня? Я вам серьезно так говорю, дорогие, я тебе говорю, твое разрушение лимитов в менталитете начинается с посещения торгового центра, как угодно называй. Туда иди и там позволь себе что-то, что ты никогда не верил, что ты себе можешь позволить. Дорогие, вот так начинается вся жизнь. Дорогие, те, кто ненавидят, будут прожать тебя ненавидят, глянь на него, глянь на его одежду. И тот, кто тебя судит, даже не понимает, что денег у вас одинаково, просто менталитет разный. То есть, и ты смотришь, глянь на него, а ты говоришь, глянь на меня, глянь на него, еще два раза можешь глянуть, можешь сфотографировать, если что. Дорогие мои, когда ты начинаешь, дорогие мои, дух успеха, это не деньги. Дух успеха, это ангел, который окружает личностей с открытым менталитетом. Дорогие, я вам серьезно говорю, как только ноги Моисея коснулись воды, вода отказалась. Вы знаете, что что-то нужно сделать, чтобы что-то произошло? Тебе нужно начать программировать себя и говорить, Бог с этого дня с этого момента и я бросаю вызов всем моим лимитам, начиная с прически на моей голове. Кто-то говорит, я боюсь вы... А ты возьми и подстригись коротко. Коротко подстричься, это же как будет страшно. Некоторые из вас отпустите волосы. Для некоторых кошмар подстричься, корейзиат. А вдруг красиво будет? Что ты видишь? Мне интересно, что изменишь ты? Что реально тебя достало? Есть ли что-то, что тебя достало? Вот есть ли что-то, что тебя достало? У меня есть, реально есть. С чем ты не можешь согласиться? Что не дает тебе по ночам спокойно спать? Начинай. Уникально то. Последняя фраза, заканчиваю. Уникально то, что мы ведем себя так, как будто времена перемен прошли, и это было в прошлом. Дорогие мои, позвольте не согласиться с этим. Жизнь прямо сейчас взывает к чемпионам. Небо кричит к невесте, которая должна совершить великие дела на этой земле. Дорогие, лимиты нужны только для того, чтобы увидеть, кто есть кто. Потому что, дорогие мои, если бы не было лимитов и барьеров, все бы это могли делать. Все бы достигли великих вещей. Все бы жили в успехе и благословении. Но нет. Лимит держит. А лимит всего лишь держит твой менталитет. Не твои деньги, не твою жизнь, не твой успех. Он просто держит твое сознание от прорыва. И как только прорыв начинается в твоем сознании, прорыв приходит во всю твою жизнь. И я последняя фраза, дорогие, заметил, что только великие могут мечтать о великом. Вас дай слава Богу. Давайте мечтаем. Только великие могут мечтать о великом. Поэтому, я так скажу, дорогие, пожалуйста, скажи, просто четко, конкретно говори, я великий человек. Спокойно, потому что ты великий человек. Знаете почему? Потому что все остальные не верят в то, что они великие люди. Поверьте, великих нас мало. Нас мало. Мы с вами, я так скажу, порода, занесенная в красную книгу. Дорогие мои, можете себе представить, сейчас все небо ждет, чтобы излить славу. И никто ее не берет. Потому что ты экономишь на заправке. Потому что ты не веришь, что ты можешь даже позволить себе этот ресторан по 150 долларов на человека. Ты не веришь. ты лучше в Микдоналдсе будешь есть за 7 25. Дорогие, я умоляю вас. Сейчас этот прорыв и это решение ты должен, это не Дух Святой принимает за тебя. Ты принимаешь решение менять свою жизнь, мировоззрение, поменять друзей, съездить туда, займить интересы, которые не были. никогда на рыбалку не поеду. Пойди купи удочку и поедь на рыбалку. Сделай что-нибудь. Даже если ты после этого рыбачить никогда не будешь, ты будешь гордиться собой, что ты сделал что-то. Я умоляю вас, семья, я прошу вас, это принцип моей жизни. Каждым годом, каждый раз в моей жизни приходит уровень больше, чем год назад. Урожай больше, успеха больше. Только не потому, что, ну да, его Бог избрал. Нет, потому что не только Бог меня избрал, потому что я избрал Бога. Закрой глаза сейчас и скажи ему, Отец, я прошу тебя, помоги мне разрушить все лимиты, все границы и все то, что держит не только мою духовную жизнь, мою физическую жизнь, мое понимание, мои мечты, это просто нищие убогие мечты. Я отрекаюсь от этих вещей. Я начинаю мечтать о мечте, которая достойна жизни, мечта, которая в глазах людей недостижима. Вот о чем я хочу мечтать. И потом не удивляйтесь, потому что я буду жить в том, в чем никто не может жить, потому что я имел смелость мечтать о том, о чем никто не мечтает. Скажи ему, Господь, я позволяю тебе расшатать мои границы, разбить мои заборы, стереть мои лимиты. Я иду за тобой. Я желаю достичь то, что большинство даже боятся мечтать об этом. я хочу. Скажи ему, я хочу, я хочу, я иду и сделаю. Я начинаю рушить все мои лимиты прямо с сегодняшнего дня. Я выхожу из привычного, уютного, нашитого. Я хочу новое, великое, недостижимое, по мнению многих. Но я хочу это. Иисус, я хочу, увидеть поколение в огне. Я хочу увидеть реформацию церкви Бога. Я мечтаю, я мечтаю, мне так хочется увидеть, я жажду увидеть то, что ты хочешь увидеть. Мы дети Бога, а дети Бога никогда не мечтают о нищем. Дети Бога на этой земле только по одной причине, потому что дети Бога могут мечтать о небе на земле, о его царстве на земле, о его воле на земле. Да придет твоя слава, любимый, да придет твое царство, да будет твоя воля. я верю, отец, что поднимется намного больше личности. Мы все бросаем вызовы своей старой жизни, которая никуда нас не привела. Бог поселил в нас голод, жажду, неудовлетворение, блаженны, алчущие, жаждущие, блаженны те, кто недоволен, не согласен. Бог, я прошу тебя, Бог, подними личностей с великой мечтой, подними тех, с которыми будет не стыдно стоять рядом в конце нашей жизни. Бог, я прошу тебя, помоги нам разрушить все, что мы настроили внутри себя. Спасибо, Дух Святой, продолжай говорить в нашей жизни, рушить лимиты, повергать все барьеры во имя Иисуса Христа. Воздай Ему славу, церковь, и прими это решение. Прими это решение. Аминь. Присяг. Редактор субтитров Редактор субтитров